Певица Диана Арбенина, которая считалась либеральной певицей, такой, такой Зимфирой 2, такая маленькая Зимфира, такая Зимфира из матрешки, они там много этих Зимфир, они поют все одинаково, там три ноты, три аккорда и завывание. Это называется русский рок, если кто-то забыл, русский женский рок, если уточнить, да. Там еще была какая-то, еще половинка ее, еще четвертинка, ну вот там Демошей, короче, вот и она выступала против войны, а сейчас поет со вдовами, участниками, участников террористической вот этой СВО, на сцене выходит, на Новосибирске они спели, и Диана Арбенина сказала, эти парни делают дело, то есть ее погибший муж, вот тело которого где-то там закопано или там, не знаю, вот он, значит, сделал свое дело, убивал украинцев. С Дианой Арбениной, кстати, это второй же случай, она, когда началась оккупация Крыма, она была типа против оккупации Крыма и войны с Украиной, потом поехала в Крым на фестивали, нафестивалила там, но ее подружка Зимфира-то была поумнее, там просто песню Крым написала и в Крым не поехала, она Суркова ее отдала, сказала, нормально, пойдет для пропаганды, ну ладно, тебе можно, а это помельче, ее, значит, это иди сюда. И, значит, она съездила, освоилась там все, да, потом опять она была против войны, опять что-то там где-то, какое-то сработало, как нервное окончание, да, где-то совесть там блуждает, маленькая такая по голове, или между ушей вот так, знаешь, как атомы отскакивают от черепной коробки. Потом, значит, она, теперь она опять за войну, да, вернулась, встрепенулась там, отряхнулась, подчистилась, взяла денег и пошла дальше. Вот такие, такой русский рок, бессмысленный, беспощадный и вообще даже и не рок, а хрен знает что.